Денис, приветствую тебя. Вместе мы с тобой разбираем ситуацию рыночную, фундамент, техника и, разумеется, рекомендации для всех тех, кто интересуется вместе с нами в происходящих на финансовых рынках. Я традиционно отвечаю за фундаментальные составляющие. Хочу напомнить, друзья, то, что рынок сейчас заряжен на демонстрацию хороших движений, потому что фон располагает таким движением. Мы уже фактически на пороге финальной стадии президентской гонки, 3 ноября уже следующей недели. Уверен, что мы с Денисом для вас приготовим еще больше рекомендаций, идей, опять же, в следующей неделе обязательно будем интересоваться рынком вместе с вами. Но еще одна идея фундаментальная или как бы лучше фон, который идет рядом до президентских выборов, это вот эта тема с фискальными стимулами, которые уже вдоль и поперед все избили. Ну, что же тут поделать? Конечно же, фонд уже надоедает этот, но ничего изменить нельзя. Друзья, из-за ситуации с ковидом, конечно же, мы, как и все, сейчас прекрасно понимаем, насколько заинтересована американская экономика и не только в дополнительных деньгах. И уже на опыте влияния и реакция рынка на прежние экономические стимулы, которые раньше задействовали в Штатах. Конечно же, знаем, что как только в экономику сейчас вольют еще 1,8, 1,9, 2 триллиона, чуть больше, неважно, то есть это колоссальные деньги, конечно же, движения пойдут значительно. Ну, давай тогда к демонстрации экрана. Сегодня я предлагаю обратить внимание на то, что происходит с эталонными представителями валютного рынка. Это евро, можно посмотреть ситуацию с пунктом. Пару слов про индекс доллара, потому что от индекса, в принципе, пляшет все на форексе. Ну и можем затронуть тему фондового рынка. Денис, если ты не против, американский. Да, конечно. Это очень актуально, тем более сейчас. Ну и здорово. Тогда к демонстрации. Так, друзья, сейчас вы должны уже видеть экран. График. Начнем с индекса американской валюты. Топчемся мы уже второй день рядом с отметкой 93 пункта. Я уверен, что существенно выше данного значения мы не уйдем. И сейчас доллару, опять же, трудно локально определиться с направлением. Позиционно, долгосрочное направление, оно ясно и очевидно. Но поскольку продолжаются спекуляции на тему, будут ли сейчас стимулы, вот предстоящие не до конца этой недели, или они уже будут после того, как станет известно имя нового президента, это как раз и дает возможность покупателям локально перехватить инициативу. И пока без денег, опять же, насладиться отсутствием значительного риска инфляции, немножко уточить свои позиции. Но долго, я думаю, то, что у покупателей не будет возможности бодро себя чувствовать на рынке, скорее всего, в распродаже возобладают. Даже вот на локальном графике видно, как инициатива, переходя к медведям, довольно легко конвертируется в такую мощную, нисходящую динамику, периодические спады, которые мы наблюдаем. Поэтому по индексу доллара, так же, как и недели назад, и еще раньше, я держу лишь короткие позиции и рекомендую, друзья, вам также присматриваться только лишь к шортам. Что касается уже поведения рисковых инструментов евро против доллара, вот в данный момент мы приближаемся к довольно неплохой поддержке на отметке 1.18, но, честно говоря, здесь даже если говорить про уровни поддержки, значение может быть поинтереснее 1.17.90 и чуть пониже. То есть я рекомендую как раз для тех, кто, опять же, сейчас вне рынка, вне сделок, смотреть за возможностью откупа пары, то есть использовать отложку, байлимит со значением 1.17.90 и 1.18 в расчете на дальнейшее восстановление главного валютного риска. Только что сказал про перспективы доллара. Я абсолютно уверен и не сомневаюсь в том, что для европейской валюты фиггером основным будет только лишь поведение доллара. Да, заседание ИЦБ на носу уже в четверг. Кстати, в четверг перед заседанием ИЦБ у нас с тобой очередной эфир. Можно будет актуализировать новостной фон. Но при всем уважении КСИН Лагард, Европейскому центральному банку, при всем том, что они планируют, может быть, даже анонсировать дополнительные меры фискального стимулирования, я уверен, что евро особо сильно на этом фоне не потеряют. Поэтому локальная коррекция будет непродолжительной. Если бы вот сегодня, опять же, до конца дня на рынок пришла новость о том, что в Штатах согласовали новый пакет фискальных стимулов, все, европейская валюта улетела бы на отметку 1.19 и выше. На это, кстати, и рекомендуем ориентироваться. Индикатор рыночных настроений Кайман, который доступен клиентам компании Амаркетс, также указывает на то, что на рынке сейчас в основном продавцы. И как трактовать такую динамику, уже много раз говорил, нужно двигаться в сторону скопления уже меньшинства. Это покупатели. Что касается британской валюты, ты знаешь, Денис, я долгое время держался в стороне этой валютной пары. И в целом для тех, кто практикует средне-долгосрочный трейдинг, сейчас тоже рекомендую не лезть в валютную пару, подождать, пока ситуация прояснится, но хотя бы с Брэкзитом. Если не с Брэкзитом, то хотя бы с ковидом, потому что Англия – это еще один эпицентр сохранения этой инфекции. Каждый день количество заболевших продолжает расти. Но для краткосрочных спекулянтов, которые готовы ловить локальную движуху, я рекомендую, возможно, даже рискнуть. И вроде бы как против такого фундаментально обоснованного нисходящего тренда сейчас сыграть на повышение через отложку buy-stop с уровня 1.3050. То есть в том случае, если вот эта линия нисходящего тренда будет пробита, котировки идут еще чуть-чуть повыше, и потом уже купить с целью движения к уровню 1.32. Но это очень рискованная сделка, потому что я уже не раз комментировал установку по Брэкзиту и то, как рынок реагирует на новости по этому политическому процессу. Будет негатив, легко можем увидеть серьезные распродажи. Но рискнуть стоит, если, опять же, не будет сейчас вестей с полей переговоров, и мы сфокусируемся только на долларе. Только что также отметил, что при снижении курса американской валюты и евро и традиционный фунт могут показать очень хорошую восходящую динамику. Ну и что касается фондового рынка. Вот, кстати, мы можем посмотреть S&P, но NASDAQ, Dow Jones и S&P, они сейчас показывают одинаковую динамику. Это как вот разбирать евро, например, и фунт. Поэтому у меня сейчас просто стоит Dow Jones. Я думаю, что какой бы индекс мы бы сейчас не прокомментировали, в принципе, там движения будут похожи. Я по индексу американской валюты сегодня, точнее, по индексу Dow Jones, также сегодня предлагаю рискнуть из-за того, как сильно ухудшается ситуация с ковидом в Штатах. И вчера мы видели распродажи больше, чем на 2%, в принципе, для Dow, для NASDAQ и для S&P, как раз на панике того, что рост количества заболевших может привести к вводу дополнительных ограничений, связанных с карантинными мерами. Эти риски все сохраняются, поэтому сейчас вот мы пробиваем Dow Jones в отметку 27,550. Я думаю, что можем при развитии дальнейшего нисходящего движения оказаться в районе 27 тысяч фунтов. Ниже вряд ли, потому что там уже снова придут разговоры о новых экономических стимулах, которые оказывают положительное влияние на кассировки фондового рынка. Это краткосрочная сделка. Если среди вас, друзья, есть средне-другосрочно ориентированные трейдеры, только лишь покупки. Не нужно мудрить шортах. Денис, слово тебе передаю. Так, сейчас слово возьму. Меня пишет, организатор отключил демонстрацию крана участников. Так, давай исправим эту ситуацию. Все, исправилось. Отлично. По идее, должно быть видно меня, да? Хорошо, значит, касательно индекса доллара. Ну, во-первых, хочу сказать, что я, по большому счету, с тобой согласен в плане анализа. Единственное, только в плане техники чуть-чуть внесу коррективы. Значит, касательно индекса доллара, здесь ничего не менялось в прошлой неделе, как мы с тобой делали как раз обзор. Красиво цена ушла вниз. Я показывал вот эту зону поддержки, с которой как раз ожидал коррекцию. Коррекция эта благополучно состоялась. И более того, ее могут еще добить выше, потому что диапазон 93.20-93.50 максимально сильным сейчас как раз является. И уже потом с этого диапазона ожидаю очень такой нехилый спуск снова вниз в район 92 и ниже. Следовательно, как евро себя поведет? Естественно, евро – это у нас как обратная сторона миндали, антипод, можно сказать, для индекса доллара. Поэтому по евро я лично вижу продолжение движения вверх. Сейчас вот у нас цена во флете находится. Ну, это, в принципе, нормальное явление. Могут еще даже чуть ниже добить. Захват ликвидности сделать от промежуточного минимума прошлой недели и затем уже хорошо стартануть вверх. Ну, в общем, я здесь придерживаюсь исключительно бычьих настроений по евро. И считаю, что максимально у нас интересный есть диапазон как раз для открытия сделок. Если вдруг даже здесь попытаются пробить ниже, это на самом деле абсолютно не беда, потому что еще ниже есть прекраснейший диапазон поддержки. Я его пока еще не рисовал. Он вот здесь будет находиться. Но это как крайний случай, у меня как альтернативный вариант. Но оба эти варианта имеют абсолютно одинаковый конечный потенциал. Поэтому евро вверх, индекс доллара, соответственно, вниз, фунт, естественно, вряд ли останется в стороне. Поэтому та же самая картина у нас и по фунту. То есть я тоже рассчитываю на лонговый сценарий и продолжение движения вверх как минимум на перехай прошлой недели. Потому что у нас, по сути, не было никакого перекрытия сегментов прошлых вниз сделано абсолютно. Вверху кульминация, которая была вот у нас с точными объемами, была просто шикарная ситуация. Здесь все покупки свои как раз позакрывал. И сейчас вот при коррекции вниз буду снова их накапливать. Единственное, с текущих мне покупки не очень нравится. То есть твоя идея по поводу пробоя трендовая, ее вот так как раз будет правильно начертить, можно, конечно, использовать, но это как дополнительный фактор. Потому что трендовая бывает так, что одной свечой пробьется и обратная свеча, точнее, вторая свеча в обратную сторону улетает. Поэтому это как дополнительный фактор. А из основных все-таки в идеале это спуск в район зоны покупателя часового тайма. Здесь же у нас и одна вторая маржинальная зона поддержки находится. У себя лимит я поставил так, ну, в середину зоны на всякий случай, на 29.50. Потому что здесь у нас вот и депок виден, и красным цветом у меня посвечены ключевые недельные профильные накопления объемов. Плюс точечные вливания огромные были сделаны. Еще и плюс опорный объем. Ну, короче, здесь целая на самом деле такой прям совокупность всех факторов, которые указывают на то, что отсюда у нас очень большая вероятность отскок произойдет. Я склоняюсь к варианту, что этот отскок будет в район приблизительно 1.32. Поэтому хорошо можно на этом будет заработать. Что касается американского фонового индекса S&P 500, я вчера как раз проводил у себя открытый вебинар, на котором показывал, что лично для меня наиболее сильная область является 3330 и 3360. То есть это диапазон, который максимально сильный с точки зрения объемов. Потому что здесь у нас находится большое количество накопленного профильного объема. Ну, плюс ко всему, если еще немножко применить технику, то это как раз совпадает у нас с нижней границей нисходящего канала. Плюс самый крупный объем у нас был именно во вчерашнем падении. То есть здесь в любом случае в таких ситуациях заходят крупные рыночные участники. Если рассмотреть сегментированно, чуть более детально данные объема, которые вливались, то у нас более крупный объем даже был не в проталкивающей свече, как обычно происходит, а наоборот уже свечка, которая фактически инерционная и в обратку. То есть фактически это означает, что здесь нарвались на байлимиты и частично начали уже откупать. То есть максимум чего я ожидаю, что могут попытаться сделать еще один тест вниз. То есть тест кульминации – это абсолютно нормальное явление, очень часто появляется на рынке. Могут сделать тест кульминации и с этой области все равно выйти вверх. Потому что, в принципе, основное внимание, как ты уже говорил, приковано к выборам, которые состоятся 3 ноября во вторник. И, конечно, хотелось бы увидеть победу Трампа, потому что в таком случае мы увидим, я уже считал, по-моему, то ли Goldman Sachs или JP Morgan. Уже прогнозировали, что в случае победы Трампа у нас до конца года индекс с учетом новогоднего аварали приблизительно 3 900 может как раз взять. Это было бы, конечно, вообще замечательно, потому что если индекс S&P, Dow Jones, NASDAQ вверх, то, соответственно, индекс доллара у нас будет идти вниз, потому что то капитала будет именно с доллара перераспределяться уже по рисковым активам. Сейчас, конечно, хеджируют свои риски, это абсолютно нормальное явление. Но я все равно придерживаюсь к варианту, что вирусам уже, в принципе, все наелись, информационное поле уже с каждого угла об этом кричат, поэтому рынок уже особо не реагирует. То есть повторение марта текущего года я лично не ожидаю. Да, может какой-то там еще закидон вниз сделать, но вот ситуация, как было в марте, да, вот где у нас вот март, вот настолько сильное падение, честно, ну, очень-очень-очень сильно, прям сомневаюсь. Так что многое зависит от того, как выборы все-таки в США пройдут в следующий вторник, но я больше буду придерживаться именно бычьих настроений по S&P 500 и медвежьих по индексу доллара. Денис, спасибо тебе за такой развернутый комментарий касательно инструментов. Супер, все предельно ясно с позиции техники. Я думаю, что это благодарность не только от меня, но и от всех подписчиков наших каналов, скажем так. Давай следить за тем, что с рынками будет происходить. Следующий эфир у нас с тобой перед заседанием Европейского Центрального банка, ну и как уже много раз говорилось, надеюсь, что хотя бы в следующий раз у нас будут какие-нибудь конкретные данные по новым мерам стимулированы. Помимо ЕЦБ, там еще и плюс ВВП за третий квартал по штату, поэтому волатильность будет по доллару в четверг очень серьезная. Согласен. Хорошей тебе недели и до четверга. Пока. Спасибо, коллега, до четверга. Пока-пока. Пока.